Всем привет! На связи БСК Крипто и сегодня на обзоре у нас новая NFT игра, в которую можно играть совершенно без вложений под названием Paradise to Sonde. Игра построена на сети Avalanche, на данный момент она находится в бета-тесте, но при этом уже сейчас мы можем в нем поучаствовать и в будущем получить призы. Возможно это будет как в Castaways, только можно выиграть также и земли и много NFT-шек, поэтому участвуем. И давайте же разберем игру более подробно. А перед началом этого ролика хочу порекомендовать свой телеграм-канал про инвестиции в криптовалюты, новости NFT-игр, фарминг, стейкинг и многое другое. Ссылка на него будет в описании под видео. А также не забудьте поставить лайк под этим видео и также подписаться на мой YouTube канал. Для старта в игре нам нужно будет создать своего персонажа, передумать его название, также выбрать подходящие скины, которые вам больше нравятся, после чего нажать продолжить и перейти в саму игру. Изначально вам показывает небольшое объяснение, как управлять им. И теперь мы можем перейти в игру, начать играть. Итак, вот мы оказались в самой игре. Изначально справа у нас отображаются задания, которые нам нужно выполнить чуть выше карты, на которой мы можем все собирать. И давайте же выполним свое первое задание. Подойдем и поговорим с вот таким парнишкой с Wall Street, нажимаем на F, после чего мы можем с ним пообщаться. Итак, мы с ним поговорили, я проматываю эти диалоги, думаю вы разберетесь с ними сами. Он нам дал компас, мы в инвентаре можем посмотреть компас, соответственно берем его, берем этот компас и переносим в наш инвентарь, который мы можем использовать. То есть он весь у нас отображается внизу. На данный момент мне дали только компас. С компасом все проще, то есть если у вас есть какой-то квест, вы открываете компас, он указывает вам направление, что вам нужно сделать, чтобы получить и точнее выполнить это задание. Как вы видите, мне сейчас нужно собрать ресурсы, вот они валяются. Собрать двое ресурсов. Итак, вот я поднял лист и также подниму сейчас камень. Все, мое задание выполнено, я могу перейти к следующим, но давайте еще по дороге соберем парочку ресурсов. Итак, теперь нам указывает, что нам нужно подойти к ящику, собрать также ресурсы, находящиеся в ящике, нажимаем F, после чего открывается ящик и мы получаем инструмент молоток, лопату и топор, а также ящик с семенами, позже я объясню для чего нужны семена. Итак, мы получили нужные ресурсы, после чего мы вначале переходим в инвентарь, все их переносим для того, чтобы мы их могли мобильно использовать, то есть просто берете мышкой и переносите в нужное поле. Также топор. Каждый из этих инструментов нужен специально для создания других предметов, либо добычи, то есть каждый имеет свое предназначение. Как видите, нам нужно взять топор, ой, молоток, берем молоток, нажимаем F, и он нам строит место, где мы уже сможем создавать более сложные предметы. Также некоторые из этих предметов будут NFT. И сейчас он нам достроит. Итак, у нас готова станция для крафтинга, то есть здесь мы можем крафтить различные ресурсы. Нажимаем так же F, смотрим, что мы можем скрафтить. Справа отображается у нас. И также справа мы можем посмотреть, что нам нужно для крафта этих ресурсов. Итак, нам нужны гвозди, например. Для гвоздей нам нужен камешек. Берем вот этот камешек, переносим его в это поле и нажимаем крафт. После чего он появляется в списке, но он еще не сделан. Чтобы его сделали, нам нужно выйти, и вот здесь вот, возле вот такого вот печки, нужно нажать на F, после чего молотком он нам скрафтит гвозди. Также и остальные ресурсы точно так же абсолютно делаются в игре. Все, гвозди созданы, можем посмотреть их в инвентаре. Видите, у меня отображаются гвозди. Дальше выполняем различные задания. Сейчас, на данный момент, нам нужно добыть дерево. Для дерева мы подходим вот к такому большому дереву, берем из инвентаря топор, извиняюсь, и нажимаем F. После чего он дробит вот это дерево. Из него падают такие вот бревна, мы их собираем, и мы добыли дерево. Собираем его на карте. С этим деревом можно делать это постоянно, то есть оно не заканчивается. Все деревья у нас собраны. Теперь нам нужно посадить растение первое. Итак, чтобы его посадить, мы подбегаем вот к этому месту, где бегает обычный барашек. Нажимаем F возле вот этого куста и садим пшеницу. Итак, задание мы выполнены. Соответственно, пшеница у нас растет. Растет она 3 минуты. А теперь у нас появилось одно из основных заданий. Оно называется создать удочку. Для того, чтобы посмотреть, что нам нужно для удочки, мы бежим вот к этому зданию и смотрим, что нам нужно для удочки. Для удочки нужны достаточно простые предметы. Двое гвоздей, одна веревка и трое деревьев. У меня уже есть деревья, вот не гвозди. Также могу сделать веревку. Для веревки нам нужен вот этот листик, который мы подбирали ранее. И мне нужно еще сходить, подобрать камешек. Один на карте, после чего у меня будут все необходимые ресурсы. И я смогу создать удочку для рыбалки. Итак, ищем камень на карте. Все, нужный камень я подобрал. После чего все ресурсы у меня есть, в принципе, для создания удочки. Поэтому бежим крафтим ресурсы. Нам нужны еще одни гвозди. Веревку я уже подготовил. После чего нажимаем крафт. Как вы видите, в списке как раз у меня справа появляются по порядку веревка, гвозди. То есть, список идет подряд, какие ресурсы у вас создается. Нажимаем на молоток и крафтим нужные нам ресурсы. Все, нужные ресурсы у меня созданы. Остается создать удочку. Давайте выберем удочку. Так, и перенесем нужные ресурсы туда. Дерево у нас уже подготовлено заранее предыдущим квестом. Также нужны гвозди есть. Веревка. Чем-то даже похоже на кастовейс, но более красочная. Игра гораздо лучше выглядит, гораздо интересней. Все, и начинаем крафтить удочку. Удочка готова. Нажимаем ОК. Теперь мы берем, также перекладываем эту удочку в инвентарь для использования. И бежим вот в дальний конец карты. Дальше, чем мы сажали пшеницу. Пробегаем мимо такого парнишки в очках. И вот в этом месте мы можем рыбачить. Соответственно, вот я по дороге еще палочку подобрал. Соответственно, остановимся. Нажимаем в инвентаре на удочку. Нажимаем F. И он у нас начинает ловить рыбу. Когда она начинает клевать. Итак, вот она начала клевать. И нам нужно быстро жать на пробел, чтобы поплавок оставался в зеленой зоне, слева сверху. Эту я уронил. Сейчас я сделаю еще раз. Потому что тыкать нужно очень быстро. Итак, вот у меня начала клевать. Соответственно, я оставляю нужно желательно в зеленой зоне. Иногда в желтую может заходить, чтобы не соскочило. Соответственно, внизу посередине вы видите, что рыбина поймана. На каком этапе. Итак, все, рыбу я свою поймал. Все, основное задание выполнено. Теперь мне нужно собрать пшеницу, которую я уже посадил. И мы можем перейти к самому главному заданию. Так, чтобы собрать пшеницу, нажимаем на топор. И нажимаем F. И он начинает собирать. Итак, пшеница собрана. Осталось просто пробежать по карте. Собрать ее. И также можно посадить ее обратно, если вам это нужно. Основное задание у меня выполнено. Теперь нужно взять лопату. И мы можем выкопать какой-нибудь из предметов. Итак, мы использовали лопату. У нас выполнены фактически все основные задания. Теперь нам нужно подойти к лейдеру. Лейдер стоит возле нашего магазина крафта. Мы к нему подходим, нажимаем F. После чего, как вы видите справа, мы можем продавать и покупать различные ресурсы. И у нас выполнено основное задание. Теперь нам показывает, что нам нужно перебраться на другой остров. А для этого нам нужно ящик для ремонта инструментов. Также его крафт. Вы можете посмотреть здание для крафтинга. И вот ящик, который нам нужен. Тут есть несколько предметов, которых вы не найдете на карте. Например, вот такие вот рельсы. И шелк. Где их можно приобрести? Все просто. Подходите к лейдеру. У лейдера все это есть. Чуть-чуть ниже опускаете. Как вы видите, вот шелк. Можно поменять на рыбу. На определенный вид рыбы. Также можно за листики и за помидоры. И также можно и вот такие вот рельсы собрать. Тоже за камни. За пшеницу. Соответственно, бегаете по карте, собираете эти ресурсы. После чего покупаете их у него. И можете использовать уже для создания комплекта для починки вашего корабля. Давайте же перейдем на мой основной аккаунт. И уже разберем более подробно там. Я собрал все необходимые ресурсы для создания комплекта для ремонта своей яхты. Так ее назовем. Еще раз посмотрим. Более ли паркит. Итак, дерево у меня есть. Я его подниму. Две рельсы. Восемь шелка. Шесть веревок. Четверо гвоздей. Это мы сделаем. В принципе, да. Все готово. Теперь можно создать вот этот комплект. Итак, полный комплект для ремонта у меня собран. Теперь мы можем сделать наш комплект и уплыть с этого острова для выполнения основного задания. Давайте переместим нужные нам предметы. На сборку их у меня ушло около трех часов. У вас может быть быстрее, может быть медленнее. Зависит больше от удачи, как они выпадают на карте. Ну, в принципе, не так уж и долго. Достаточно легкий квест. Ну и нажимаем крафт. Так, почему-то гвозди не перенеслись. Итак, весь комплект готов. Нажимаем крафт. И мы можем сделать, наконец-то, долгожданный ящик, на который мы так долго собирали. Давайте же создадим его. И ящик создан. Каким же будет наше следующее задание? Конечно же, починить лодку. И теперь мы сможем уплыть на ней. Давайте же подбежим к лодке. Она находится у нас сверху. Подбегаем к лодке. Берем в инвентаре наш ящик. И начинаем чинить лодку. Наша лодка подчинилась. И мы можем уплыть с нашего острова. Открываем компас. Смотрим, куда нам нужно плыть. Нам нужно добраться до следующего острова. И остров уже виден на карте. Подплываем к нему. Так, по красоте, наверное, подплыть не получится. Все, мы оказались на острове. Подходим к этому месту. А на этом мы выполнили основные квесты. Теперь нам нужно будет изучить острова. Думаю, в этом плане разберетесь уже и без меня. И также можем добывать ресурсы, рыбачить в этой игре. И вполне возможно, в ближайшем будущем мы также сможем продавать эти ресурсы и использовать. Ждите второй части этого видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не упустить актуальную информацию по этому проекту. А также различным ивентам в нем. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok